самое сложное в приготовлении пудинга не сожрать ингредиенты до начала приготовления собственно вот это вот все тоже как бы должна идти в пудинг включая хлеб который натирается на терочке а еще вам необходим пушистый помощник ну огонечки еще можно включить викторианскую ферму рождественские выпуски и посмотреть все в процессе изготовления пудинга поехали пудинг вот тут вот куча всего понятно что все сразу увидели флакон начнем с другого начинаем с черной смородины 270 грамм вот она свеженькая черная смородина дальше изюм 270 грамм клюква вяленая 180 грамм вот это вот так дальше у нас идут ананасы вяленые где у нас ананасы вот они ананасы лимонные цукаты 150 грамм апельсин и лимон тут у нас смесь идет дальше курага курага потом у нас идет еще вишня вяленая дальше у нас идет хлеб белый натертый на терке чем от всей души так потом у нас идет сливочное масло вот она сливочное масло у нас идет 125 грамм так что-то наверно забыл проговорить рецепт закреплю под видосом так будет проще наверное дальше сахар 120 грамм у нас сахар 120 грамм морковка одна штука перетертая тут же с ней яблоко перетертая дальше у нас мука 1 столовая ложка тут почему-то и чуть-чуть в этом рецепте ну вот тоже первый раз пробуем делаем яйцо куриное три штучки вот хорошие куриные яйца потом предстоит еще взбивать дальше у нас идет какой-то алкогольный напиток то есть рекомендую там например коньяк но мы используем бренди так как им же мы пропитываем кекс дальше у нас идет лимонная цедра то есть мы лимон взяли и раздави давала потом у нас идет апельсиновая цедра матчу замешали все вместе и специи соль . соли ванильный экстракт 2 столовые ложки кардамон молотый 1 чайная ложка мускатный орех пол чайной ложки дальше мы потом и лимон деле не а вот лимон можно замочить да то есть мы выжали целиком вот белую фигню выйти на стоят сок грецкие орехи 50 грамм и миндаль жареный 50 грамм процесс готовки закидываем все в большую-большую кастрюлю перед этим естественному там стука фрукты нарезали которую нужно нарезать ягоды естественно не нарезаем они так мелкие цукаты вон нарезали так надо начинать уже мешать перед тем как совсем все закидывание не ладно закидываю еще здесь объем такие на пару килограмм сумму соответственно самый простой процесс это промешать ягоды и сухофрукты а потом уже будет сложнее потому что пойдет тертая жидкая хлебная крошка свежая ягода масло и вот специи вся вот эта вот мелочевочка вот орехи орехи видите кстати мы их не резали а просто ты их долбишь немножко дробишь но не в пыль то есть там у нас идет миндаль миндаль на 4 части делишь вот и этот как его зовут грецкий орех ну все теперь пошла уже жижа морковка яблочко сок не стесняйтесь заливать туда тоже вот здесь остался в миске заливали все впитается там сухого много дальше у нас будет процесс мне кажется мы не лезем ягода стекала у нас ягода просто у нас была замороженная естественно это по-моему наши да ягода кстати яблоки наши тоже все сдачу и морковь кстати нашу всю сдачу с огорода как видите выглядит уже симпатично когда перемешиваем очень сильный запах еще цукаты начали увлажнять чуть-чуть все стало сильно пахнуть так теперь пошел сахар высыпаем сахаром дальше у нас пойдут уже специи но тут все надо мешать у нас кастрюля по моему она 10 литров ну да наверно где-то десятка 8-10 литров потом это все надо сожрать обратите внимание цедра лимона и апельсина на вопрос почему она одного цвета у нас абхазский абхазский лимон на оранжевого цвета запах апельсина все сильнее взбитые яйца до яйца взбиваются отдельно вот взбили в мисочке разбили желток о самое сложное куча хлебных крошек давай на частями эту скамка окай как выпало кастрюля приближается краю все ближе и ближе так ладно замешиваем хлебные крошки вся процедура на самом деле занимает не так много времени хотя вот как говорили викторианцы там это мешалось очень долго но я так понимаю все таки объема они делали другие здесь нас два человека до в семействе год а тут кстати это не положено вот 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 это зверю масло хлебные крошки youtube процесс уже промешивание идет потяжелее дальше у нас мука солью солью мука солью и немножко специи собственно да и все основное мы из мисок все закинули впереди у нас только поливка важнейшим ингредиентом особенно для не пьющих людей хотя бы понюхать бренди по рецепту нам нужно сколько там две три рюмочки 150 грамм вот тут у нас в этой по полтиннику в этой рюмочке значит три рюмочки мы будем сюда заливать мы сразу заливаем ее попозже ваше здоровье собственный чек сколько вешать в граммах мы вешаем четко запах то отличный чтобы понимали что я что жена мы не пьющие люди слову концу приготовления естественно там алкоголя уже не останется но останется очень приятный аромат от брони потом настаиваться вот этой вот всей смеси ну фактически до рождества тот ночью с двадцать четвертого на двадцать пято ну не это смесь а уже готовый ну да 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 естественно всему готовому то есть он сейчас еще варить 6 часов да там в среднем варится по-моему 3-4 мы на две порции разделим и поменьше сделаем ладно процесс пошел запихиваем в одну из форм просто кастрюлю с фольгой мы будем двумя разными способами немножко двух разных форм делать ну по сути вот шлеп 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 утрамбовываем а тогда чтобы потом легче вынуть это кладошка шлепаете как женщину покупки ну или если вы более агрессивные так намочили тряпку следующий вариант запаковки и посыпаем мукой мукой посыпаем для того чтобы тряпку сделать скажем так не как сито изначально если давить через тряпку будет во первых будем терять сильнейший бренди это уже недопустимо так сейчас создастся оболочка для нашего пудинга как только вы пихаете в кипяток она соответственно превращается такое тверденькое тесто и держит в таком мешочке начинку вот там может еще посильнее края засыпем ты не жалей видите пацаны во всем нужен контроль контроля все капец так вот приходит не муки пожадничаю без контроля давай нежной муки 300 грамм ну тут другое дело вот тут шут давай давай слышь ты не дерзи тут там он мы приготовили нитку чтобы все дело завязать ну и вот половина наших пудинг смеси 2 вот она уже забита другую форму мы хотим двумя разным способом попробовать приготовить так вот все пошла выкладка будем шарик делать классический шарик как пудинг-пуллер по-моему они обзывали его пушечные ядро точно пушечные ядро ну то есть по сути мы попробуем свалить его на водяной бане давай пошлепаю так как советовал рут гудман будем пытаться заделать тут тугой тугой шар который будет собственно готовить все офигенно кстати интересно что он был она не был таким красным потому что у ягода другая была или было менее сочный а вот так пока вот сейчас попытаемся все это завернуть я могу я одна рука свободно есть хватит тут тугеньку будем делать тугеньку тарелка в который все это записываем форму полукруглую плоский веру мы будем варить не в ней поэтому она немножко скроулится сейчас главное ее утрамбовать хорошенько так заворачиваем одну из форм самым 2 форма стоит уже завязано так это будет боится на водяной бане кастрюля в кастрюлю мы запихали все фольгу завернули фольгой закрываем вверх ничего оттуда не просачивать чтобы туда ничего и оттуда тоже во первых самое ценное внутри особенно от бренде дальше берем поехали тут у нас кипят две кастрюли с чем мы поздравляем так давай попробуем установить который первый чтобы не перелилось аккуратненько посетят надо еще будем отхлюпывать кипяток хлюпнули пробуем все по краешку прижали крышкой а второй классический викторианский пушечное ядро кипящей вода махмуд закидывай так решено закинуть все внутрь вот один вот второй ну и время пошло три часа с лихом это готовится так процесс кипения идет уже полтора часа всего где-то будем что три-четыре делать вот у нас водяная баня спустя три часа это все доварилось сейчас будем пробовать извлекать производим изъятия тут-тут-тут-тут-тут отхватывай то здравствует силиконовая прихватка пахнет печеным пирогом между прочим так тест номер один пробуем тот который был в фольге вот по моему жидковат да нет нет ну понятно так нам его надо сейчас извлечь для того чтобы произвести самое важное действие напихать в него алкоголя то побольше ой что это в общем просто подготовить его к дальнейшему процессу похлопать похлопать ты помягче итак где-то там далеко спрятан пудинг это шапочка из фольги носится на голове нежно 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 резко надела смотрите какая красота блин ребята вы не представляете какой запах это просто ох там краешек стукнуло но мы сейчас его прилепим обратно все потерь почти нет вот если вот с этой стороны он вообще красивый мы его на стол будем ставить именно этой стороной итак первый пудинг который готовился в фольге на водяной бане вот мы выложили по форме он как нужно вот он таким у нас и должен быть второй который форме вот пушечного ядра он должен сейчас еще остыть в тряпке чуть позже мы его извлечем а сейчас самая важная часть мы открываем коньячок и с коньячка добрый вечер и чуть-чуть немного мы пропитываем там буквально несколько столовых ложек пропитываем и отдаем спокойно остыть для чего это делается горячим скорее всего чтобы пары алкоголя ушли но опять же алкоголь здесь выступят в качестве на некоего консерванта до сегодня у нас 3 декабря по-моему 2 3 декабря и стоять ему до утра 25 а нет он же пудинг этот ужин это не каша значит до вечера 24 упаковка который пудинг оторвали тут уже тут уже жирот заворачиваем пудинг в пергамент после завернем его в фольгу и заныкаем прохладное но не прям холодное темное место есть у нас такое местечко в шкафу и спины рядом с балконом максимально плотно и может быть я наверно еще одну можно еще слой бахнуть ну суть в том что надо завернуть второй пудинг который мы варили в мешочке именуется пушечная евро не знаю насколько у нас получилось вот он остывал всю ночь в тряпке и приявлял форму тушмака не факт по-моему да ну посмотрим там чуть-чуть на пол шуфетки вообще пудинг потом еще поливают всякой фигнёй типа там сверху или поджигают а не коньяк и поджигают коньяк там бренди поджигают да ну вот мне нравится когда сладкое что-то поливают да в общем у нас есть два два пудинга по факту вроде он форму держит сейчас попробуем открыть как вы помните это все промазано так вот тесто вижу вот оно образовалось да наверное можно снять вот где-то там смотри он цвет другого ну он отдал цвет в воде а или надо было горячим снимать как думаешь не знаю не уверен в общем это все тест а как же пахнет а офигеть тебе помочь нет я сама оттуда это порчу нет я сама оттуда это порчу а ты поставь 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 струк ну получилось да все получилось сейчас мы сожрем то что тут осталось на тряпке тут не так много на самом деле мммм ягода в бренде весьма себе неплохо ладно не будем чёркать на видео в общем процесс тот же нам нужно собственно его завернуть и пропитать наверное нет этот мы пропитывать не будем этот мы не будем пропитывать вот тот мы пропитали а этот не пропитываем может так же два децепта есть да короче просто заворачиваем убираем в общем пацаны девчонки готовьте удачи пока